В своем поле со счетом 3-0 Рома практически лишила ответа и матч интриги. Вряд ли можно было ожидать, что у нее возникнут проблемы с выходом в следующий круг. Но улыбался только аргентинец Абель Бальбо, которому подарили часы. Все остальные выглядели предельно собранными. Московская публика встретила Рому итальянскими речевками, но без особого гостеприимства. Выход на поле, правда, прошел под бодрую первомайскую мелодию. Итальянцы активно разминали шейные позвонки, а группа поддержки, как на демонстрации, весело размахивала флажками. Динамо мощно начало игру. В первые 20 минут особенно активны были Кобелев и Черышев. Капитан Динамо отпасовал, а Черышев спровоцировал на пол из Дергана Валдаира. В качестве пенальтиста Кобелев оказался безупречен. Старкель и мяч разошлись по разным углам. Открыв счет, лучший в последнее время игрок Динамо дал команду к следующей атаке. Однако в этом матче у москвичей были большие проблемы в обороне. Заменившие Штанюка и Ехимовича, Гущин и Демин не попадали в ритм игры. Томази справа ворвался в штрафную и упал в борьбе с Кузнецовым. Стоявший рядом судья назначил фенальти. Пастор же убеждает в хитрости Томази. Кузнецов сыграл в мяч. Гримаса удивления на лице Клеменова сменяет ужас. Фонсека бьет не хуже Кобелева, а при счете 1-1 Динамо нужно было забить еще 4 мяча. Карлос Бьянки понимает невыполнимость этой задачи, а Голодец капитулирует тройной заменой. Во втором тайме Динамо прекратило борьбу и Томази легко забил с лета 2-1. Чем ближе был конец матча, тем больше динамовцы напоминали избиваемых младенцев. Настолько беспомощная была их игра. После удара Бальба Клеменов отбил мяч перед собой, а оставленный в одиночестве Беретто патрон реализовал 3-1. К этому моменту чувство безразличия распространилось и на трибуны. Биться продолжал только одинокий Черышев. После жеребьевки тренер Динамо Голодец утверждал, что шансы команд равны. Но получилось, что его команда сильна только на слова.